Я хочу сказать только об одном, что вместе с настроем, когда мы создавали Сиффи Владимирович, может, спустя год, надо было создавать нативу, потому что, конечно, время упущено очень много, и вот я сейчас погрузился как машина времени, поскольку сам был распорядителем бюджетных средств, 20 миллиардов, и тоже объекты, и стадион калининградский, и ряд длительных объектов присутствия приезд президента, и все это как страшный сон вспоминается. Я здесь сегодня надеялся катамадзу видеть, ты ему разума, который мы вместе с Сиффи Владимировичем столько копий сломали. А вначале как? Ну, видимо, вот это эхо наших тех споров войны уже не столь интересна, поскольку у них другое направление. Но перед переходом к цифре я все-таки хочу тезис, который, Николай, у вас прозвучал. Что вас регламент там ограничивает? Да, как стечетесь. Вот заказ в стройке однозначно достоин выделения в форме отдельного закона. Поддерживаете струк. Потому что то количество изменений, которое вот набралось, и, кстати, те вещи, которые мы с Сиффи Владимировичем предлагали еще 6-7 лет назад. Да, сейчас это как бы норма, да, там, кровью потом доказано. Ну, поверьте, поверьте, пройдет еще 2-3 года, и страна созреет, потому что еще вот мы катамазы говорили, ну, невозможно проводить закупки для пирожков, я не знаю, техники, кинофильма, и объединять вот этот цикл изыскания, проектирования, стройка. Вы понимаете, вот эту расческу, да, ведь расчески разные. Для красивой девушки с длинными волосами она одна, да, для моей головы она другая. Михаил Викторович, вы поедете. Гораздо проще. По сути дела. Я вам и не смогу сказать, соблюдайте рекламу. Заметите? Да, ну, я буду листать вещи, которые... А он готовит аудиторию. Да. Опытный оратор. Так, работает, нет? Ну, мы подготовили ряд предложений, крайне важных, потому что надо было не с первого ряда 22-го года, а с первого ряда 2014-го года запускать. И первое совещание по ТИМУ вместе с общественным советом института я провел в 2015-м году. Но тогда муниципальные заказчики, областной УЗ, который мне причинялся, два часа сидел, слушал лекцию. Вопросы есть? Вопросов нет. Непонятно. Фантастика, трехмерка, модели, изыскание там, планировки. Хотя САПА, система автоматичного проектирования, когда мы говорим, что отрасль не готова, коллеги, САПА уже 20 лет использовал все проектировщики. А сейчас это норма. И перейти качественно от 2D к трехмерке 3D. Опять-таки, это было бы желание. И второе, экономическое обоснование. Вот я здесь в Минстру поддерживаю, что когда простые проекты, когда, так сказать, простой формат проектирования, может быть, и нет смысла госзаказчику вставлять требования трехмерки. Но когда вот я строил Страдион, когда строили Янтарь-Холл, коллеги, там столько изменений. Качество проектирования это отдельно. Тим должен вернуть уважение и нормальное ценообразование профессии изыскателя проектирования. Невозможно платить копейки. У меня конкурс проходил, падал на 60%, что я получал с садика. Студенты вот так все там перевертили, перекрутили, а кому-то строят. Поэтому цифра однозначно победит. Хочу отметить, что вот ключевыми пунктами сейчас являются, конечно, в этом году импортозамещение, но в следующем году импорторазвитие. Если в прошлом году Шаддаев доложил Путину о том, что на 40% увеличился объем внутреннего рынка ПО, а на 18% мы увеличили продажи за рубеж, то поверьте, я 2-3 раза в неделю встречаюсь с нашими разработчиками. Сейчас на Тим собрал уже 90% всех ключевых вендоров. Такие уникальные разработки. Мы их можем продавать и в Китай, и в Индию. Но, вот чтобы заменить автокад, реверк на ренгу, на накад российский, обеспечить связность, поверьте, там вложены десятки миллиардов долларов. И там это началось с чего? Госзаказ. Госзаказ формировал вот это ПО. Поэтому сейчас вместе с Минстроем проводится активная работа. С одной стороны собраны ведущие госзаказчики, назову там Росатом, Думы РЭФ, РЖД. Я считаю, должен быть приглашен в выборы, как без вас. И с десяток ключевых разработчиков, которые разделены на ПО жилищное строительство и ПО промышленное. Потому что никто не заставляет там эталон, там МР групп, ЛСР применять им. Уже кто-то 7 лет, кто-то 5, кто-то 3 года. Сами, добровольно. Никто не заставляет Газпром применять, Росатом. Более того, я вот и настрой предлагаю коллеге, рассмотрите конкретные практические разработки, достойные внедрения. Вот две компании, Газкап Московская и Матрикс Питерская. Цифровое управление строительства. Я говорю, ребята, вы пришли ко мне в 2014 году, я бы вас купил сразу. Хотя сегодняшняя стоимость лицензии 45 тысяч рублей в месяц, ну это доступно любому заказчику и любому генподрядчику. Это удобно. И тогда вот эта цель внедрения ТИМ, почему в Британии перешли уже 10, если не 20 лет. Мы ездили, помните, смотрели Олимпиаду, как они готовили, уже было в цифре. Потому что британское правительство сказало, прозрачность для налогоплательщиков. Но прозрачность будет и для казначейства, и для ФАС, и для Минстроя. А вопрос сервисных доработок, ну это вопрос вот опять-таки вложений. Значит, я хочу отметить, что сейчас идет очень большой наплыв вопросов. Буквально, вот мы запустили эту программу, и 1 апреля, да, звонок. Кто обращается? Пушкин Александр Сергеевич. Мне оператор звонит, я говорю, ну 1 апреля, Пушкин Александр Сергеевич. Я говорю, ну перезвоните, ну 1 апреля. И он так устал, говорит, да, Пушкин, да, Александр Сергеевич, да, мы строим склад Володя Востоке. Короче, диалог продолжим 2 апреля. Поэтому очень важно сейчас вот эти наработки доводить до заказчика всех уровней, до частного рынка. Помогать внедрять, и я надеюсь, что вот эта работа, которая сейчас Минстроя инициирована, да, она потребует определенного финансирования, и это не 100 миллионов, это может быть 10, даже 15 миллиардов. Но, в принципе, в этом году мы можем достаточно успешно провести вот эту замену, выдать совершенно четкие рекомендации набора ПО, который закрывает изыскание, проектирование, и уже годится для заказчика и генподрядчика. Значит, последнее, почему цифра победит бумагу. Ну, мы вот недавно получили аналитику на предмет, что пропала бумага. Не нужна она. Конкретный пример, в Москве дом 25 тысяч квадратных метров требует по подсчетам от заказчика, значит, примерно 51 тысяч акт формата А3, А4, то есть вот люди дословно посчитали, примерно 8 тысяч комплектов вот этих бумаг. Это примерно 13 миллионов рублей. Плюс надо вносить до внесения, значит, плюс экземпляры, плюс работа контрольным органом. 20 миллионов рублей только на бумагу. 25 тысяч в Москве. И вес, опять же, экологические вопросы. Цифра это все убирает. Спасибо. Спасибо. Вы понимаете, что это плохо? Ты понимаешь, оно есть. И когда вот я своих третировщиков посадил, да, привыкли ревет. Ну, это знаете, как работать на коробке автомат. А они думают так, значит, ревка, нано-карт, ну это так, ручная, там, типа, лада-калина. Пообщались, на самом деле, сервисы, плагины. Процесс идет. Но понимаете, маркетинговый, рекламный бюджет автодеска, который продвигает свои программы, интерактивный, в интернете, он не сопоставим с бюджетом 1С, ринге и нанософта. Поэтому наша задача, как раз-таки, возможности ПО российского донести до каждого. И вот мы через эту программу будем делать. Продолжение следует...